Школьная форма является одним из главных атрибутов школы. Это не просто одежда для учеников, а знак принадлежности к определенному сообществу людей, например, какой-либо школы. Дети всего мира одевают ученическую одежду, и мы не исключение. В основном актуальны именно тройка. Бордовый пиджак, для мальчиков, соответственно, серые брюки и серый жилет, а для девочек бордовый пиджак и, соответственно, серая юбка и серый жилет. Вот такая троечка. В некоторых школах вообще считается, что школы не имеют права обязать родителя покупать именно форму бордовую, именно вот такую тройку. То есть разрешается покупать и белый верх с черным низом. Например, в Таиланде дети обязаны носить школьную форму от начальной школы до колледжа в черно-белом свете. А в Корее она считается одной из самых интересных. Те, кто видел фильм «Дрянная девчонка», наверняка помнят школьную форму, в которой была одета героиня. Именно такая одежда является наиболее распространенным видом школьной формы в Корее. Для учеников в Японии школьная форма является не только символом школы, но и символом современных тенденций моды. И даже более того, решающим фактором при выборе школы. В японской школьной форме для девочек использованы морские мотивы, поэтому ее также часто называют матросским костюмчиком или матросской формой. Школьная форма в Бутане самая практичная. Ученики не носят ни сумок, ни портфелей. Они носят все школьные принадлежности и книги прямо в одежде. А так дети одеваются в Африке. Что бы ни говорили, но школьная форма имеет много плюсов. Во-первых, она настраивает на серьезное отношение к занятиям. Приличная и примерно одинаковая одежда при встрече снимает тревогу перед началом учебного года. А сходство заметно улучшает взаимопонимание.